всем привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала smr russia сегодня у нас не немножечко не так как обычно мы решили немножечко поменять то место где мы всегда кушаем и сегодня у нас стейки впервые в жизни у нас насти пробовать настоящие стояки кстати знаешь что у нас в принципе дома то ножей то и нету чтобы стоять и кушать нормально ладно будем есть тем что у нас принципе есть дома также я приготовил у нас кабачки и немножечко поджарил лук оливки ну что маслины да кстати извините всем приятного аппетита кто кушает вместе с нами ну что давай пробовать давай на какая-то прожарка там есть там среди вообще самую такую большую поставил то есть полностью прожарка вся прошла вообще да прожарка прям вот посмотрите вот здесь вот сок сверху прям есть букву а ну вот не забудьте нет все будет видно сумме меня вот такой нож другого у меня нету так мы сочные сочные видно сразу что сочные сколько по времени на готов я не засекал примерно час вот такой кусочек кстати говядина охлажденная мне сказали не по вкусу ордену не смотрим приготовилась не суром а соус подать держим ты только мне индивидуально я хочу пока распробовать нож конечно у меня тут немножечко не такой ну ничего страшно почему не такой сразу тризот отрезал но все-таки это не как бы не совсем то мясном которое предназначено для стейка потому что надо покупать там специально там у нас мы просто купил кусок свежей говядины и приготовила кабачок прикольный кабачочек дорогой у нас последнее видео очень много блюд мы готовим на гриле да вот наверное уже третье видео там конечно же умные комментаторы нашлись кто-то написал следующее видео будет яйца на гриле жареные а может быть и будет почему бы и нет когда мы готовим например какие-то блюда в духовке или там на сковородке да вы же не пишете опять блюда на сковородке опять блюда приготовлено в духовке допустим да или там на печи какая разница где оно приготовлено главное что это разные блюда правильно или неправильно какая разница где оно приготовлено на чем мы же снимаем каждый раз стейки видео видео всегда что-то новое что было вкусно и разнообразно это точно у нас это что-то новое вертовка на гриле почему бы нет вы не чаще готовить что-то тебя прям зацепило ну слушай довольно довольно очень вкусно получилось да кабачки очень вкусные там как это в ресторане сидим вообще следующее хочу знаю что курицу попробовать курочку только пока еще не решил конкретно что слушай а там есть какой-то средний уровень прожарки какой-то медиум как вот называется может в следующий раз попробовать не сильно вот этот уровень прожарки а вот что-то среднее не с кровью вот там есть средний уровень мне кажется нужно попробовать можно как-нибудь она же без крови получит может быть еще не не будет все может быть не исключаю не ну первый раз решил просто попробовать как бы что получится неизвестно было ну как бы не хотелось рисковать поэтому прожарил по полной вкусно вообще вот сколько я смотрел люди в основном покупают специально специальные вырезки для стейков у нас такого я вообще нигде не видел и вряд ли наверно где-то увижу ну у нас кусок охлажденную говядину мы купили он тоже не дешевый у нас вообще охлажденная продукция у нас дорогая свежая а чё это мясо не помнишь откуда привезено там ничего написано не было вообще для настоящих стейков там идет какая-то мраморная говядина да я вообще такую наружу не видел угу у нас такого нет может быть замороженное что-то можно найти заморозки да понимаешь мраморная говядина она очень дорогая я так понимаю это какой-то прям специальный сорт или вид бычков выращиваем именно для этого надо наверное почитать что-то мраморная на мне там сорт, вид бычков гадать ну как-то у нас вот я вот как бы посмотрел как она выглядит это мраморная говядина ничего даже близко я в наших магазинах не видел ну вот знаешь а вот мясо и прямо такие прожилки жира прям такие прям не видела ну вот такой я не раз видела у нас ничего подобного кстати как вам такой ракурс если вам такой ракурс нравится ставьте лайки пишите комментарии мы прислушаемся, возможно вам понравится, будем снимать всегда так да? ну возможно вообще вообще почему мне именно вот так нас сели кушать? потому что резать мясо, да, надо резать мясо не будет неудобно когда мы допустим на стол будет нам вышина вот этого уровня будет очень неудобно и мы решили снять этот видосик именно так еда конечно не настолько близко как вот была раньше, да, но один раз можно попробовать да, один раз ничего страшного возможно, возможно понравится, будем с ребятами снимать это, ну так сказать, эксперимент ну что-то мне подсказывает наверное нас попросят вернуться к старому формату ну кабачки просто прям нежнейшие кабачки очень вкусные, они всегда вкусные, тем более молоденькие прям нежные-нежные ты что-то режешь левой рукой, да, тебе это удобно? а мебель звонится мы все так культурно кушаем с ножичком я на первое видео, когда мы ножом пользуемся на видео вообще да, кстати у нас еще ни разу такого не было, чтоб мы так сидели свечей не хватает, да? я уже начало подумала какой-то романтики, да, музыку, ключи такую романтическую нам было бы неплохо кстати, вот в разрезе кому интересно не знаю, кто там что увидит ну что, что-нибудь увидит кто-нибудь что-нибудь скажет скажет друзья, вы что тут не то сделали вообще? вид не тот вкус хотя она прям сочная по моему мнению хотя мы не искушенные, конечно ну, вроде бы неплохо помыла голову еще не до конца просохли волосы давай соус сюда поставим то я уже весь стол закапал необычная тишина обычно, наверное, с Настей любим поболтать вот занято дело ну, почему с ней не хочется болтать? хочется молочек кушать не знаю, почему а тебе как-то не комфортно вот эти не комфортно ну, как-то, чтобы не комфортно, как-то необычно просто вкусно хочется насладить цветов побольше интересно что напишут наши зрители про этот нож я вот режу у меня вообще ни одного звука ну, я же ты же знаешь я такой слон я все время гремлю и стучу и много шума издаю да, это точно да, это точно потому что мамы не все такие все равно у кого маленькие дети они поймут не хочется в следующий раз разбудить ну да, она все еще спит потревожить потому что бежать к маме ну да это точно ну, папе можно стучать папа же не повезет я стараюсь, Настя я прям стараюсь вкусно, я еще маленький кусочек съем ну, ты забирай его себе а эту вещь не съем я половиночку отрежу так вот кстати, ты расскажи ты же с солью и перцем и все, да? да больше никаких специй не использовала классический способ рецепт ну соль и перец сок сок сочится и больше ничего рецептов, конечно же можно много найти ну преимущественно в принципе так в основном все и готовят кстати я недавно наткнулась на способ приготовления мяса любого говядины свинины очень интересный рецепт взяла на заметку хочу попробовать там где-то заскринила тоже очень мясо сочное получается он сначала вымачивается в соли чуть несколько часов потом получается в пакет для запекания кладется и в духовочку там как-то так в общем очень вкусно и сочно получается нарезается как заместо колбаски вот так вот можно кушать любое мясо мягкое получится так хочу вот этот кусочек попробовать мне кажется у нас трешака не хватает на канале в последнее время тихо тихо спокойно неинтересно просмотрят чуть-чуть упали значит он не жгет надо чё-то как-то да зажечься хочешь сжигануть канал ммм меланхолики сидят ммм у них вот посмотрел о ничем не примечательной сидят знаете там ммм мухру какие-то в исходе вот и сидим тоже муху ру видать что видать мы для муху ли не подходим ну судя по всему так есть ты хочешь не что-то сделать интересно почему так не так вкусно кого-то мы там соблазнили на покупку гриля да ладно это написал раздразнили вы меня этим грилем поведешь секу штука то нормально знаете главное что он не стал частью мебели да вот предметами предметом да купите да приготовите несколько раз ну и как бы надоест как у нас да посмотрим так у нас мультиваркой получилось очень много блюд же можно и в духовке приготовить принципе гриль конечно это круто на духовка так круче на этот пироги не напекешь все остальное духовка на для запекания а гриль именно для жарки немножечко разные то чтобы немножко вообще разная гриль вообще на сковородке нужно прожать ну конечно можно тоже спорит проведут специальные сковородки гриль но для чего нужен электрический он нужен в принципе для простоты то есть на сковородки ты не знаешь ни температуру какая не время время примерно как-то сам должен уже выбирать гриль он тебе дает такую возможность и вот эта прожарка с двух сторон она во первых ускоряет процесс экономит твое время ну и полосочки полосочки красиво на сковороде кстати тоже вроде как полосочки должны получаться она такая тоже идет с этими выемочками как эти канавки такие бугры на сковороде они тоже как бы придают вот такой характерный вид продуктов приготовленному на такой сковородочке ну опять же гриль он у него автоматиком положил нажал все ждешь там сигнала интересность положил обрал начале смотрит до конца перематывает виду еще посмотрите ли они все так все я короче никто не увидал получается у нас а довольна получилось интересно и вкусно если честно я ожидал чего-то большего не знаю может быть я сочности не хватает еще больше сока но это же мясо вообще но не должно быть такие бутылка с соком какой там сок чё там ожидаешь от мяса она может быть если она более сочная туда она будет начать соответственно более сырым так что ты какой выбираешь сочные сочные сырое или чуть-чуть такое прожаренное немножечко по суше такое но но как бы не сухой я бы не сказал что у меня сухой нормально не сухой нормально завтра она будет сухим это точно ладно ну что дорогие наши друзья вот такой у нас сегодня видосик получился простой незамысловатый все просто короче до новых встреч скоро увидимся пока-пока